Тема нашего урока «Что такое текст?» Давайте прочитаем запись. Лес обнажился, поля опустили. Поздняя осень, грачи улетели. Грустную думу наводит она. Только не сжата полоска одна. Можно ли назвать данную запись текстом? Нет, конечно же, это не текст, потому что предложения, которые здесь записаны, расположены не по порядку. Давайте строки этого стихотворения поставим в нужном порядке. И тогда у нас получится следующее. Поздняя осень, грачи улетели. Лес обнажился, поля опустили. Только не сжата полоска одна. Грустную думу наводит она. Вот теперь эта запись является текстом, потому что все строчки этого стихотворения расставлены в нужном порядке. И нам всё понятно в нём. Итак, давайте выясним, а что же такое текст? И почему запись, которую мы сейчас читали, можно назвать текстом? Давайте попробуем выбрать, что же такое текст. Здесь предложено три записи. Это много предложений. Это предложение, записанное в тетрадь. Это два или несколько предложений, объединённых по смыслу. Текст – это не просто много предложений, потому что предложения в тексте должны рассказывать об одном и том же. Текст – это не предложение, записанное в тетрадь, потому что текст должен составить как минимум из двух предложений. Поэтому правильной является последняя запись. Текст – это два или несколько предложений, объединённых по смыслу. Давайте посмотрим, какими же признаками обладает текст и на конкретных примерах разберёмся. Первый признак текста. Текст состоит из группы предложений. Давайте прочитаем запись и определим, как первый признак можно к ней отнести. Скворцы прилетели в марте. Они устроились в дупле берёзы. Птицы работали весь день. Скворцы носили в гнездо перья, траву, сухой мух. Вечером они садились на ветку и пели. «Берегите скворцов, а не наши друзья». Это текст, потому что в нём несколько предложений. Как мы сказали, в нём должно быть два или более предложений. В этом тексте предложений более чем два. Второй признак текста. Предложения расположены в определённой последовательности. Когда мы с вами читали первую запись стихотворения, вот там как раз предложения были расположены неправильно. В данном тексте все предложения расположены в правильной последовательности. Предложения связаны темой. Тема текста – это то, о чём в нём говорится. В этом тексте говорится о скворцах. Скворцы – это тема этого текста. И все предложения говорят о них. Четвёртый признак. Предложения связаны главной мыслью, идей, к чему призывает автор, чему мучит, с какой целью написан текст. Главная мысль текста, как правило, записывается в начале или в конце текста. В данном случае главная мысль записана в конце текста. «Берегите скворцов, они наши друзья». Текст рожает законченную мысль. Текст имеет название или заголовок. Заголовком данного текста является слово «скворцы». Такой заголовок текст получил по его главной теме. Итак, давайте ещё раз прочитаем, какими признаками обладает текст. Текст состоит из группы предложений. Предложения расположены в определённой последовательности. Предложения связаны темой, то, о чём говорится в тексте. Предложения связаны главной мыслью, идеей, к чему призывает автор, к чему учит, с какой целью написан текст. Текст выражает законченную мысль. Текст имеет название и заголовок.